Здравствуйте, это Енисей. Новости. И вначале, коротко, главные темы выпуска. Высокие и худые. Дачники переживают из-за погоды рассада. На подоконниках может погибнуть. Взрослые проблемы. Организаторы детского карнавала вновь заявили. Праздника не будет. Придется переделать. Венесейские несколько исторических зданий отремонтируют заново. Пять дней и пять тысяч. Зачинщики драки на матче футбольного Енисея поплатятся за это. Красноярские дачники буквально борются за жизнь своих саженцев. Из-за аномально холодной весны они не могут пересадить растения в землю, а тем временем рассада уже начинает погибать. Моя коллега Екатерина Павленко сегодня пообщалась с садоводами и узнала, как они спасают свои помидоры и огурцы. Корни дополнительные дают, а земли-то нет, питания-то нет. Они такие высокие, дохленькие. Огурцам в этих горшках и тесно, и некомфортно начинают вянуть, рассказывает Ольга Дрожанова. Растения переросли, давно просятся в грунт. Однако отправить их в почву не позволяет погода, да и земля не прогрелась до оптимальных температур. Ещё ледяная, уверяет дачница. Но на свой страх и риск высадила в теплицу саженцы помидоров и перцев. И то боится, что растения прихватят мороз. Ходим, укрываем аж тройным укрывным. Укрывным, потом плёнкой целлофановой, потом опять укрывным. Ну, вроде живые, но растут плохо. Дачники такой аномально холодной весны не помнят давно. Настраивались выйти в огород после майских праздников. Больше всего они боятся за урожай. Сейчас многие саженцы уже готовы для того, чтобы их высадить в грунт. Вот, посмотрите, перцы, помидоры, как вытянулись и даже набрали цвет. Однако дачникам не стоит торопиться с пересадкой. Ведь если переместить эти растения в холодную землю, то они могут остановиться в росте и погибнуть. В это время продавцы рассады даже боятся выносить на улицу свой нежный товар. Не успели начать торговлю, как работу пришлось приостановить. Прилавки рынка сейчас пустуют. Предприниматели придают только плодово-ягодные кустарники. Да и те, говорят, находятся в полусонном состоянии, не распускают листья. По всей видимости, им не хватает солнца, хотя клубника зацвела вовсю. Пришлось спрятать ее в теплицу. Обычно в это время у нас клубника уже с цветами не стояла, потому что она уже была высажена у садоводов на участке. Процентов 30-40 оборотов мы уже делали в это время. Сейчас мы еще даже не можем нормально открыть сезон. Они понимают, что лежит еще снег, земля не оттаяла, ну и в принципе ей холодно. Не охота все-таки в шубе, в телегрейке работать в саду. Специалисты соглашаются, весна в этом году действительно подвела не только холодная, но и сухая. Садоводам советуют посадки в открытый грунт отложить. Растения не смогут адаптироваться в холодной почве. Так благоприятная температура для тех же томатов должна быть плюс 15 градусов. А сейчас за окном всего 8 тепла. Кроме того, нельзя сеять ни морковь, ни лук, ни чеснок. Садить абсолютно точно в теплую почву. Пусть это будет не очень рано, но за счет того, что растения попадут в нормальные условия, они просто догонят и перегонят тех, кто останется в живых после высадки в очень холодный грунт. Кроме того, эксперты не исключают, что из-за холодной весны урожай будет поздний, возможно, не такой богатый, как хотелось бы. Между тем, садоводы готовы потерпеть. Главное, сохранить свои переросшие растения. Екатерина Павленко, Андрей Крупнов, Енисей Новости. Но Красноярск по-прежнему продолжает засыпать снегом. Ночью температура за окном опустилась до минусовой отметки. С самого утра горожане выкладывают в социальные сети фото припорошенных снегом улиц и дворов. Зеленая трава в середине мая покрылась плотным белым ковром. При этом синоптики не дают утешительных прогнозов. В ближайшее время весеннего солнца красноярцы не увидят. Хмурая дождливая погода сохранится до конца недели. Ночами ожидаются заморозки. Карнавала не будет. Об этом заявили организаторы традиционного детского шествия. Это красочное событие в центре города 1 июня полюбилось тысячам семей. Но сейчас оно под угрозой срыва. Мария Антишева попыталась разобраться, в чем же суть проблемы. Подробности далее. С карнавалом уже на протяжении девяти лет мы ходим всей своей большой семьей. У меня начинал еще старший сын. Сейчас он уже вырос с этим карнавалом. Елена готовит реквизит для шествия. Верить в то, что оно может не состояться, отказываются все, кто хоть раз в нем участвовал. В детских творческих студиях, кружках, секциях, клубах и просто в отдельных семьях не представляют 1 июня без карнавала. Это такой праздник. Это буря эмоций. Это надо видеть, как готовятся дети, сколько у детей идей. Такие мысли, такие идеи, которые они воплощают и показывают всему городу. Мы участвовали один раз. И этого достаточно, чтобы это повторить. Много-много раз. И иногда из-за таких эмоций мы даже забывали движения, какие делать. И делали все, что хотим. Этой весной организаторы карнавала получили от мэрии предложение перенести шествие на набережную вдоль Дубровинского. Именно здесь власти планируют огромный праздник в честь Дня защиты детей. Этот вариант категорически не устраивал активистов. По их мнению, во-первых, спуск сюда недостаточно удобен для маломобильных участников. Во-вторых, влиться в общегородское мероприятие могут не все. Карнавал был единственным мероприятием, открытым для детей с ментальными нарушениями. Мы участвовали всегда с огромным удовольствием. И он был доступен в плане эмоциональности. Там можно и попрыгать, и покричать, и сделать костюмы, которые удобны тебе. Шествие на проспекте мира в мэрии согласовали. Сейчас организаторы ищут спонсоров. По их словам, сегодня собрано 600 с небольшим тысяч рублей, а нужно минимум полтора миллиона. Самые большие расходы – это сцены, подиумы. Вторые по значимости – это звук на полтора километра и плюс театральная площадь. Ну и дальше все оформление. Оформление – это тоже удовольствие не из дешевых. Килограмм конфетти стоит грубо от тысячи рублей. Баллон гелия – 9500, а нам этого всего надо на полтора километра как минимум. В мэрии обещали выделить миллион рублей на перекрытие проспекта по маршруту, выбранному организаторами. Еще один миллион город потратит на другой традиционный детский праздник 1 июня – на набережной Левого берега. Мы здесь ресурсно тоже помогаем. Не полностью, но ресурсно помогаем. Мы предоставляем территорию, мы будем помогать общественникам подключать локации к источникам электроэнергии, решать вопросы безопасности. Многие красноярцы тем временем обещают, что даже если карнавал останется совсем без музыки и оформления, они все равно пройдут в костюмах по проспекту Мира. Независимо от того, будет музыка или украшение, мы на карнавал пойдем, потому что для нас это теперь уже наш семейный праздник, ежегодный семейный праздник. Ну не совсем как Новый год, но летний Новый год. Мария Антюшева, Денис Тимошенко, Енисей, Новости. Два футбольных фаната дебошира больше не смогут буянить на матчах. Сегодня суд определил, какое наказание они понесут за драку, которую устроили на центральном стадионе во время игры Енисей-Краснодар. Произошедшие сняли очевидцы, молодые люди начали потасовку с обслуживающим персоналом. Разнимать их пришлось полицейским. В итоге одного парня приговорили к пяти суткам ареста, второго к штрафу в пять тысяч рублей. И оба целый год не смогут посещать официальные спортивные мероприятия, то есть различные чемпионаты, кубки, первенства. Так что футбол им придется смотреть по телевизору. Такие лица вносятся в реестр, лиц, которым запрещено посещение, и организаторы мероприятия отслеживают, чтобы данные граждане не присутствовали на официальных спортивных мероприятиях. За нарушение решения суда они также будут привлечены к установленной законам ответственности. В центре Красноярска меняется схема движения. Подробности расскажем далее в выпуске. Не успели закончить реставрацию, а здание уже снова нужно ремонтировать. В Енисейске на нескольких памятниках архитектуры начала осыпаться штукатурка. Кто будет устранять выявленный брак и успеют ли теперь привести в порядок объекты культурного наследия к юбилею города, выяснял Андрей Давыдов. Вот еще один отреставрированный дом в Енисейске. Красиво все, но мы снова давайте посмотрим, что происходит. Это видео на днях снял один из гостей Енисейска. Пройдя по историческим улицам старинного города, он увидел не только красоту отреставрированных зданий, но и все огрехи ремонтных работ. А не заметить их действительно трудно. Вот, например, как сейчас выглядит стена ограды возле памятника архитектуры на улице Кирова. В здании располагается управление культуры города. Его сотрудники говорят, что штукатурка начала отваливаться пластами уже в первые месяцы после сдачи объекта. Коль стена осыпается и она уже ремонтировалась, говорит о том, что либо материалы очень низкого качества, либо руки-нити, которые делают. Больше я ничего не могу сказать. А ведь это самый центр города. И, конечно, такие стены вряд ли привлекут туристов к изучению истории Енисейска. Глядя на эту разруху, у многих горожан возникает желание взять в руки мастерок, шпатель и самостоятельно заштукатурить эти стены. Но, к сожалению, делать это нельзя. Ведь все отреставрированные здания находятся под охранными обязательствами. Эта проблема хорошо известна городским властям. Их позиция остается жесткой. Такой, так сказать, ремонт принимать не будут. И по каждому из объектов, где выявлены подобные нарушения, строителям уже предъявлены требования переделать. Мы будем добиваться того, чтобы данные объекты нам передавались не только в хорошем, но и в отличном состоянии. Потому что затраты большие. Там выписаны не только предписания, там представлены предъявленные претензии, согласно которых подрядчик должен устранить вот эти вот вещи, все вот эти шероховатости. Свой брак. Другого слова здесь не подберу. Здесь брак. Поэтому я надеюсь, да я уверен в том, что это будет все устранено. Пока такой явный брак выявлен на трех отреставрированных памятниках архитектуры. Устранять его и заново штукатурить стены строители должны начать в ближайшее время. Они уверяют, ко дню города подобных недочетов уже не будет. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей. Новости. Но тем временем дорожники в Енисейске приступили к благоустройству исторической части города. Напомним, первый этап этих работ был завершен еще в прошлом году. Тогда в рамках проекта были выполнены работы по понижению дорожного полотна на улице Ленина. Смонтирована ливневая канализация, установлены новые опоры линий электропередачи и фонари. В этом году рабочие должны положить брусчатку на прилегающих центральным улицам тротуарах, высадить газоны, обустроить съезды и подсыпку обочин, уложить вравнивающий слой и заасфальтировать центральные улицы города. В рамках проекта понижения центральной части мы заканчиваем тротуары, благоустройство в основном. Это улица Ленина, Кирово, Тизанский, Горького. Вододоводные куветы, реконструкция линий электропередач, 10 кВт, которые идут, и озеленение. Ну а следующая новость для красноярских автомобилистов. Запоминайте, левый поворот с Дубровинского на коммунальный мост запретят. Так что если вы двигаетесь со стороны регистрационной палаты, придется выворачивать на Карла Маркса по улицам диктатуры пролетариата, Кирова или Перенсона. Решение об изменении схемы движения приняла специальная комиссия при управлении дорог и благоустройства. При этом правый поворот с Дубровинского на мост при движении со стороны речного вокзала оставят. Мэрии говорят, что это сделано для того, чтобы разгрузить улицу Вейнбаума, которая ежедневно встает в пробку из-за тех, кто пытается вклиниться в поток со стороны набережной. Изменения в порядке экспериментов вступят в силу с 25 мая и будут действовать два месяца. Однако власти уверены, что этот опыт окажется успешным. Результаты показали, что у нас как моделирование, так и практический эксперимент. Он показал, что у нас средняя скорость транспорта, не общественная, а именно легкового, она увеличивается где-то от 3 до 9 километров в час. И уровень заторовой ситуации снижается примерно на 17%. Также с 25 мая на два месяца в управлении дорог решили развернуть движение на Сурикова. Речь идет об участке между Карла Маркса и Дубровинского. Если сейчас поток здесь движется от набережной вверх, то теперь будет наоборот. Машинам разрешат ехать вниз, в сторону Несея. Это нововведение принято также по решению специальной комиссии. Якобы при нынешней схеме проезда Сурикова практически не загружена транспортом. Как устроится поработать в трудовой отряд главы города и какой легкоатлетической акции можно отметить приход лета? Об этом мы не только расскажем в блоке коротких новостей. В Красноярске открывается набор в трудовой отряд главы города. Продоприем заявлений начинается в четверг, 16 мая. Школьникам, которые хотят заработать свои первые деньги, а также весело и с пользой провести лето, нужно собрать пакет документов. Список необходимых бумаг, а также адрес пункта приема размещены на сайте городской администрации. Всего в июне планируется трудоустроить 730 подростков. Большегрузом открывают въезд в краевой центр. Ограничение, установленное с 15 апреля, перестает действовать в среду, 15 мая. Запрет вводился из-за активного таяния снега, когда под тяжестью машин может серьезно пострадать асфальт. Тем временем проезд по улице Высотной на участке от переулка Телевизорной до проспекта Свободный с 6 утра до 10 вечера для грузовиков массой более 3,5 тонн по-прежнему будет закрыт. Это постоянное ограничение. С газона около музыкального театра в Красноярске пропала фигура петуха. Исчезновение одной из старейших конструкций вертикального озеленения жители заметили сегодня рано утром. На месте, где стоял петух, осталась только куча земли. В пресс-службе Департамента городского хозяйства пояснили, что фигуру выкопали озеленители. Они увезли петуха для того, чтобы оценить его состояние и, если нужно, подремонтировать. После укрепления каркаса фигура вернется на свое место. Сегодня открылась регистрация на традиционный забег «Красноярская часовня». Заявки от желающих принимаются до 20 часов 31 мая на сайте «Красмарафон». Сам забег пройдет 2 июня. Участники стартуют от площади мира и финишируют у часовни «Пороскевый пятницы» на вершине караульной горы. Как минусинские мастерицы сочетают народные традиции и модные тенденции, покажем далее в выпуске. С моей девушкой Ханной, где мы живем в Стокгольме, да, мы поговорили, и я ее выслушал, она меня выслушала, и потом она на меня смотрит и говорит, я вижу, что ты горишь желанием принять клуб «Инисей», так что я считаю, ты должен туда ехать и сделать хорошую работу. Вот так она мне сказала, и я взял билет и полетел на переговор. Лучшие оперные сочинения, духовные песнопения и любимая народная музыка. Сотни красноярцев стали гостями яркого, необычного концерта, шедевра мировой культуры. Перед горожанами выступила целая плеяда звездных артистов, в числе которых редкий и дорогой гость для сибирской публики – хор Сретенского монастыря. Евгения Шелковникова продолжит. В этот вечер зрители потерялись в пространстве и времени. Красноярская сцена то превращалась в своды средневекового храма, то стремилась вдаль по каналам Венеции, а потом и вовсе возносила публику на небеса. Команда выдающихся артистов во главе с хором Сретенского монастыря впервые в Красноярске представила аудиовизуальную программу «Шедевры мировой культуры». В этом шоу, организованном при поддержке компании «Роснефть», артисты попытались совместить классическую и эстрадную музыку разных стран. Со сцены звучали произведения Рахманинова, Вивальди, Верди, Шарля Азнавура, Луи Армстронга – народных сочинителей на любой, даже самый притязательный вкус. У людей идет такой позитивный подъем, и силы, и энергии люди требуют еще, и кричат нам «Браво», и требуют «Бесы». Поэтому я думаю, что это для души, это как бальзам. Я считаю, что это очень важно. И если за духовную составляющую отвечали исполнители, которые своими голосами переносили из эпохи в эпоху, над шедевральным визуальным рядом потрудились постановщики. Это шоу показало все грани мировой культуры – от музыки до архитектуры и живописи. Удалось в этих декорациях воплотить в том числе визуальную составляющую. Я очень надеюсь, что они именно дополняют, поддерживают иногда где-то, иногда где-то выходят на первый план с своими интонациями. Но они очень дружно сочетаются с музыкальным посылом всех артистов, которые работают с нами в этом проекте. Зрители действительно остались в восторге. Вживую услышать лучшие голоса России в провинции удается мне часто. Я была в прошлом году на Срединском хоре. Мне очень, конечно, нравится исполнение баса, великолепное исполнение. Оформление тоже поразило. Это тоже очень интересно, необычно. Первый раз я это видела. Гастроли пройдут в 22 городах в присутствии Роснефти. Программа «Шедевр мировой культуры» стала уже пятым совместным проектом компании и хора Срединского монастыря. Гастроли пройдет семейный флешмоб. Его героями могут стать молодые пары, многодетные мамы и папы с детьми, бабушки и дедушки. Организаторы приглашают присоединиться всех желающих. Задача участников по команде устроить массовые и дружные объятия, в центре которых будет ростовая кукла сердца, символ крепкой семьи. Таким образом, красноярцы отметят Международный день семьи. С такой идеей выступили депутаты краевого парламента, которые в этом году вместо конференции о развитии семейных форм воспитания решили популяризировать семейные ценности массово прямо на одной из главных площадей города. Флешмоб пройдет 15 мая в 19 часов на площади мира перед большим концертным залом. При всей своей, казалось бы, простоте и несерьезности этой формы, само по себе объятие – это очень важный такой объект, точнее элемент наших взаимоотношений, потому что и психологически, и психологически он очень сильно на нас влияет. Это абсолютно научно доказано. Объятия укрепляют отношения. От истоков к современности студенты, партнеры одного из колледжей на юге края, создали уникальную коллекцию одежды под названием «Берегиня». Молодые дизайнеры готовят стилизованные наряды, в которых богатство и роскошь русских традиций сочетаются с модными веяниями сегодняшнего дня. Кстати, Ольга Максюшина кое-что примерила, и ей слово. Ленты, кружево, бахрома, яркие краски, необычные фасоны платьев и удивительные головные уборы. Юные дизайнеры в новой коллекции «Берегиня» учли все богатство и роскошь русских традиций. Студенткам пришлось немало поработать с историческими фотографиями и эскизами, чтобы досконально изучить и воспроизвести одежду наших предков. Давно забытые техники пришлось постигать по старинным книгам. Мы использовали хлопчатобумажные ткани, использовали тесьму, также технику пейчворк, которая использовалась еще нашими бабушками. И сейчас вот она в современном костюме очень актуальна. Юный дизайнер Вера Поварницына говорит, чтобы воплотить все идеи костюма в жизнь, пришлось потрудиться. Каждую деталь приходилось отпарывать и пришивать вручную по несколько раз. Задача стояла непростая – переложить русские традиции на язык современной моды. Каждая деталь была проклеена дублерином, очень сложным материалом. Он очень твердый и прошивать каждую деталь было очень сложно. Юбка из-за этого стоит колом. Каждый раз думала, что она не получится, но когда в итоге я ее одела и поняла, что не зря тратила время и не зря перешивала каждую деталь. Каждый костюм здесь отшивают вручную. С материалами для создания нарядов помогает и администрация колледжа. Сейчас у студии театрального костюма уже около десяти коллекций. Те техники, те истории костюма, истории рисунка, которые они изучают в учебной деятельности, им пригодится не только в жизни, но и в своей профессиональной деятельности. Поэтому удачи им. Один из последних успехов студии – участие в региональном конкурсе молодых дизайнеров. Юные модельеры там заняли первое место. Каждый костюм – это настоящее произведение искусства. А некоторые его элементы можно и носить сейчас в современном мире. К примеру, вот такой корсаж неплохо будет смотреться с джинсами. Следующий проект студии – русский свадебный костюм. Сейчас студенты разрабатывают эскизы, подбирают материалы. В новой коллекции будет использована бисерная вышивка и декорирование бусинами. Юные модельеры намерены показать всю роскошь и красоту женского подвенечного наряда. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. Через несколько минут вас ждет прогноз погоды на завтра. Прямо сейчас – блок полезной информации. Все больше полезных для здоровья продуктов появляется на столах красноярцев. Кто из местных производителей предложил покупателям хлеб без сахара? И в чем его уникальность – расскажем в нашем сюжете. Ну а наш выпуск на этом завершен. С вами была Ксения Митрофанова. Всего доброго, до свидания.